...возрасту. Прошу просить, Группан Феррун. Ну, так-то лучше. Так о чем вы говорили с Борманом? Спортайгеносы Борманом. Я смогу ответить на ваш вопрос только в его присутствии. Прошу понять меня правильно. Если бы вы ответили мне без него, возможно, это избавило бы вас от необходимости отвечать на третий вопрос. Я готов ответить на ваш третий вопрос, если он касается меня лично, но не интересов Райха и Фюрера. Он касается лично вас. Вот эти пальчики мы обнаружили на чемодане, в котором русская радистка хранила свое хозяйство. И вот на этот вопрос вам будет ответить труднее всего. Почему? На этот вопрос мне как раз нетрудно ответить. Чемодан радистки я осматривал в кабинете у Рольфа. Вызовите его. Он подтвердит. Он уже подтвердил это. Ну так в чем же дело? Дело в том, что ваши пальчики были зафиксированы районным отделением гестапо еще до того, как чемодан попал к нам. Ошибка исключена? Исключена. А случайность? Возможно. Только доказательная случайность. Почему среди 20 миллионов чемоданов, находившихся в берлинских домах, именно на том, где русская пианистка хранила свою рацию, обнаружены ваши пальчики? Как это объяснить? Это объяснить действительно очень трудно. Или почти невозможно. Я бы на вашем месте не поверил ни одному моему объяснению. Я понимаю вас, Круппенфюрер. Я вас отлично понимаю. Мне бы очень хотелось получить от вас доказательный ответ, Штирлиц. Даю вам честное слово. Я отношусь к вам с симпатией. Я верю вам. Ну, ладно. Сейчас сюда придет Рольф, приведет русскую пианисту, и она поможет нам определить, я уверен в этом, где это вы могли наследить на чемодане, где хранилась рация. Русская? Это та, которую я взял в госпитале? У меня абсолютная зрительная память. Если бы я ее встречал раньше, я бы помнил лицо. Нет. Она нам не поможет. Она нам поможет. И еще нам поможет. Это была его шифровка, отправленная с Плешнером в Берн. Постарайтесь вспомнить, Штирлиц. Продолжение следует... А вот это провал. Это крах. И наши ничего не будут знать. Я оказался идиотом. Плейшнер. Или трус, или растяп, или провокатор. Рольф, сволочь, мразь, слюнтяй. Мюллер выехал на место убийства Рольфа вместе с самыми лучшими сыщиками. Шеф. Нет ничего. Вообще ничего? Ничего нет. Парабеллум. Мюллер захватил с собой на радиоквартиру и двух стариков, Равка и Хилли, которые еще в 20-х годах ловили с ним жуликов и национал-социалистов Гитлера и наркоманов. Он брал этих людей в самых редких случаях. Он не переводил их в гестапо, поскольку там каждый следователь рассчитывал на помощь экспертов, агентов, диктофонов. А эти старики обходились своей головой и своим опытом. Это похоже на убийство, которое ты раскручивал в Мюнхене. На Эггенштрассе? Да, по-моему, дом 9. 8. Он ухлопал их на четной стороне улицы. Ну, и память у тебя. А ты на свою жалуешься? Пью йод. А я водку. Да, генерал, тебе можно пить водку. Дай спички. А нам откуда деньги брать на водку? Бери взятки. А потом попадешь к твоим костоломам. Это ж лучше я буду пить йод. Валей, валей. Валей, валей. Валей. Я бы с радостью ты мне откровенно променял свою водку на твой йод. Слишком много работы. Пока, да. Скоро ее вовсе не будет. Ну, что у тебя, Гюнтер, что? Кое-что есть. Кое-что есть, кое-что есть. Слушай, чем ты волосы красишь? Хной. Они у нее не седые, не черные, пегие какие-то. А Эльза умерла. А молодые предпочитают молодых солдат. Они старых сыщиков. Солдаты на фронте. А инвалиды? Ну, ладно, хватит. Ну, что? Слушай, старуха, что напротив дома, час тому назад видела бабу из солдата. Баба была с ребенком, вероятно, очень спешили. В чем был солдат? Как в чем? В форме. Я понимаю, что он не в трусах. В какой форме? В том-то и дело, что в полевой. Ну, хорошо, в полевой. Ну, 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 ну. А я думал, что вы ваших солдат только в черный поле уезжаете. Не наплевать на то, о чем ты думал. Я тебя спрашиваю, в какую машину они сели? В автобус. Как в автобус? Так, 17-й номер. Куда они поехали? Туда, в центр. Шольц. Быстро наряды по линии 17-го автобуса. Пианистка и охранник. Что? Я не знаю, как его зовут. Выясните вы, как его зовут. Это раз.